Для записи еще раз представлюсь. Меня зовут Кристина, я являюсь менеджером в школе программирования PASS. Всех сегодня рада приветствовать на второй урок по направлению iOS 2. Про iOS-разработчик сегодняшняя тема, которую мы сегодня с вами разберем, это язык программирования Swift. Но о чем пишут приложения для Apple. Разберем основу программирования, посмотрим вообще, что из себя представляет этот код и даже попробуем понять, как он работает, и Алена нам покажет один из примеров. Алена Немножко расскажу про Алену. Не немножко, а множко. Алена — это наш прекрасный преподаватель на курсе iOS Developer. Она в этой разработке с 2012 года, это получается 12-13 лет. В общем, да, достаточно давно, и за этот период создала достаточно немало своих приложений, своих игр, и не только своих. Вот, и работала на фрилансе. Да, Ален, передаю слово тебе. Не буду одна про тебя. Пожалуйста. Вкратце это все. Ох, рада тебе. О, я появилась, да? Повторяю. Ну, у меня в основном проекты были, это игровые игрушки, простые, так что их гораздо больше. Простые. И живут они, ну, это не те, которые там, 3D-игры, которые можно играть по сети с друзьями. Скорее такие, типа, зумы. Но они живут недолго, если ими не заниматься, поэтому уже ничего не осталось почти. После игр просто я пришла на фриланс и делала такие же приложения для поиска жилья, например, для фоторедактора, для печати. Было два проекта в медицинской сфере один для врачей. Мы делали систему для онлайн-приемов пациентов. Это был американский проект. Я тогда еще не жила в Америке. И, мол, второй проект, он тоже для врачей, но он израильский, он для прибора, который они создавали там. И мы делали софт. Я вот отвечала больше за iOS-разработку. Это была большая команда. И там отвечали все за все. Даже приходилось иногда во фронт и в бэкэнт есть. Вот такая история. А сейчас все еще вернулась чуть-чуть в игровой формат и в тему здоровья. Приложение для бега. Можете бегать и воевывать территорию. Такая вот логика у приложения. Это стартап в моей жизни. Надеюсь, в этот раз он продлится подольше. И это вот американский уже стартап. Поэтому я здесь, в Америке. Надеюсь, будет легче. Супер. Спасибо большое тебе за такое прекрасное вступление. Если, друзья, есть вопросы к Алене, то вы пишите. Я смотрю чатик. Я все обязательно мониторю. Обязательно буду читать и задавать. Ну, а мы идем дальше. Я немножечко расскажу вам вообще, куда вы попали. Что это за место такое. Это IT-школа ПАСФ. Мы организовываем немало разных бесплатных вводных уроков для всех, кто хочет начать себя попробовать в IT-сфере. Но не имеет никакого опыта. Или имеет опыт, но примерный. Мы достаточно давно на рынке, с 2016 года. Здесь вот наши студенты в фирменных футболочках ПАСФ. У нас были офлайн-будкэмпы. Сейчас все проводим онлайн. Все наши преподаватели, которых вы можете увидеть на бесплатных уроках либо уже на курсах, это люди, работающие по сей день в компаниях США, Канады и Европы. Так же, как и наши студенты, они не только из США. Да, естественно, конечно, большая часть из США, но есть, кто обучается удаленно из Канады, из Европы и даже из стран СНГ. Все наши программы, они разработаны с учетом требований этих корпораций. Что это значит? Это значит, что мы постоянно обновляем наши программы. Это важно в любой IT-индустрии, потому что именно эта сфера, она постоянно бежит, летит вперед. Ну и про блоки трудоустройства я вам расскажу чуть попозже. Помимо самого обучения мы помогаем трудоустроиться. Это целый процесс. Процесс нелегкий. Блока там три. И все это нужно обязательно проходить и не игнорировать. Стажировку, резюме, практику. Все, что у нас есть. Чтобы вам было в дальнейшем легче трудоустроиться. Потому что конкуренция в IT сейчас есть. Это не то, что было лет 10 назад, когда джуниоры приходили, или даже 20, сколько там лет назад, джуниоры приходили, ничего не умели, и брали всюду и везде. Потому что время поменялось, но и IT сейчас доросло до масштабов, как и любая другая профессия, в которой есть конкуренция. И это нормально. Я скажу вообще, у нас недавно, друзья, прошел ланч в Сакраменто. Очень классно прошел. Было более 80 человек. Были наши преподаватели, выпускники, студенты, новички. У всех прекрасные отзывы. И мы всех еще ждем. И еще раз приедем, не уверена, в Сакраменто. Но вот в ближайшее время, 7 числа, всех ждем в Лос-Анджелесе на воркшоп, который будет прям супер насыщенный с 10 утра до 6 вечера. И в Нью-Йорке пройдет второй воркшоп личный. Виктор и Дарина Богуцкие, это основатели нашей компании, они прилетят к вам лично, чтобы встретиться с вами, показаться вам и рассказать, показать наших преподавателей. Будет классно много, много классных людей, которые уже работают в американских компаниях немало лет. И они все придут, чтобы рассказать вам про то, каково это находиться вообще здесь в IT-сфере. отзывы из студентов, конечно, можно и нужно увидеть на нашем сайте. Я продублирую его в чат после своей речи. pass.es можно посмотреть, даже нужно для того, чтобы понять, с какими трудностями сталкивались студенты. А трудности они будут по-любому. это не то, что можно освоить вот так. У каждого трудности свои. Кто-то, да, многие студенты совмещают. У нас студенты не 18-17 лет, студенты среднего возраста 30-40 лет, 50, и самый старший студент на 64 года был у меня. Вот, поэтому у всех истории свои, все люди совмещают с семьей, с работой. Это нелегко. Это далеко не легко. Вы можете приходить после работы, у вас семья, а вам нужно еще сделать домашнее задание, которое вообще вам в целом не нужно, да, в 50-е лет. Но в любом случае развитие – это всегда круто, это всегда важно, и это всегда стоит того. Поэтому послушайте, прежде чем начинать такое серьезное обучение какой-нибудь на фулл стэк, да, на 10 месяцев, к примеру. Это доска почета, которую мы дублируем каждый раз, но здесь, конечно, не все компании. Мы собрали те, которые, скорее всего, знаете вы как новички в IT. Это Google, Microsoft, Apple, Tesla, это те компании, в которых работают по сей день наши студенты и устраиваются туда до сих пор. Вот. Можно сравнивать их со стартапами. Я скажу так, немало стартапов, которые могут себя поставить наравне с этими компаниями в плане заработных плат, а какие-то даже и выше. Поэтому стоит ли стремиться в Apple? Ну, допустим, конечно, стоит. Как минимум, для галочки в резюме, что вы работали в Apple. Это, я думаю, всегда пойдет вам на плюс. Ну, а так, по заработным платам стартапы ничуть не хуже. Я провалю? Да. Идем дальше. Да. Передаю на этом моменте слово тебе. Да, пожалуйста. Какой разработчик? Тот, кто делает программы, которые вы потом увидите в iPhone, в iPad и, возможно, даже на Mac. Ну, в основном это iPhone. Все, что вы видите, все приложения, которые вы загружаете с App Store, они написаны iOS-разработчиками. И это не те разработчики, которые работают и сидят в офисе Apple. Это те, которые работают как независимые предприниматели. Либо на большие компании, которые от своего аккаунта выкладывают нам в App Store все игры, либо делают свои игры. Делают как от своего физического лица, выкладывают в App Store, готовые приложения и их может любой, в любой точке мира скачать у кого есть iPhone. Это вот то, чем занимают iOS-разработчики. То, кем вы станете после этого курса, я надеюсь, если приложите достаточно усилий. Давайте опустимся немножко назад в историю и посмотрим, с чего все начиналось. в 2007 году еще даже не было не то, что с лифта, а даже Objective-C. И как бы это странно не звучало, но тогда приложения под iPhone писались на JavaScript. Это был такой небольшой период на самом деле, и это не было широко доступно всем программистам. Скорее была такая опция для тех, кто именно конкретно в Apple работал. Но вот уже на следующий год выпустили, скажем так, для всех Objective-C. Это язык программирования, тоже, на котором начинали писать приложения уже сторонние разработчики. В Objective-C тоже очень интересная история. Его начали писать вообще еще в 1983 году. Том Лафф и Брэд Кокс даже не делали, и он не предназначался непосредственно для iOS-разработки. Но вот так случилось, что стал основным его языком. Они хотели модифицировать язык C++, если кто знаком с таким языком. Если нет, то это основной базовый язык, с которого многие начинают учить в университетах в основном это такая база. И Objective-C это надстроечка над этой базой, с которой удобно работать. Так задумывалось изначально, но практика показала, что Objective-C не настолько удобно, как рассчитывали. И стали думать над тем, как упростить разработку. в 2017 году на конференции WWC, которую проводит Apple в июне, как обычно. Это конференция для разработчиков, на которой объявляют новые изменения, которые будут и в языке, и на платформе, и в iOS. И вот в 2014 году миру представили Swift. И вот с этого и каждый год, каждые полгода в течение последних до 2024 года, сколько, 10 лет, каждые полгода, каждый год выходили обновления этого языка. Некоторые обновления были настолько критичны, что приходилось срочно обновлять старые проекты, переписывать, дописывать какие-то места там, потому что уже была абсолютная несовместимость. Но время прошло, за 10 лет они сделали достаточно хорошую работу, и теперь можно сказать, что Swift достаточно стабильный язык для программирования. Кто не скажешь про Swift UI, который появился в самом последнем 2012 году, и прошло это всего сколько? Еще неполных уже 5 лет. Все еще есть такой же процесс, как и был со Swift том, все еще есть обновления, которые немножко ломают, немножко чинят то, что пишут люди на Swift UI. И получается, что стабильный язык на сегодняшний день это Swift. Но и Swift UI нужно изучать, потому что за ним будущее. Как Objective C ушел в прошлое, так возможно, возможно, лет через 10 и Swift уйдет, но пока в ближайшее время надо уметь писать на том языке. назад. Пардон. Это мы уже брошли. Так, секундочку. Вот преимущество Swift. Ну, как я уже сказала, это сейчас самый стабильный язык разработки от iOS. И его отличие, например, от Objective C, который был раньше, это простота и более понятный синтаксис, чем был раньше. Следующим слайдом вы посмотрите там будет пример того, как выглядят Objective C и Swift. Вы увидите, что Swift более читабельный. Даже если вы первый раз видите код, прочитав, что там написано, можно хоть примерно понять, что имеется в виду. В Objective C в принципе тоже все можно понять, но нагромождение визуально вот этими квадратными скобочками, конечно, все портит. И это первое его преимущество это синтаксис. Второе это высокая производительность. А что имеется в виду? Некоторые задачи, которые выполняются, реализовываются на Objective C и на Swift, их можно сравнить. На каком языке что-то будет. например, сортировка чисел в массиве. Если мы возьмем миллион чисел и нам нужно отсортировать от единицы до миллиона, то быстрее это делает Swift. Еще быстрее сделает C++, но сейчас те, кто занимается разработкой Swift, стремятся к тому, чтобы Swift стал еще быстрее, чем C++. на некоторых тестах, которые вы можете найти в интернете, в открытом доступе можно увидеть, что в каком-то 1-2% Swift опережает C++, но кажется, это еще не на первом месте. Это его высокая производительность. Третье это безопасность, она будет больше понятна, когда вы начнете программировать, поймете, что он безопаснее, чем был Objective C, считается, чем некоторые другие языки. Кстати, если сравнивать производительность не только с Apple-овскими языками, с тем же, например, Python, какие там в общем-то тесты производились на тех языках, которые были на тот момент самые популярные, и вот Swift в большинстве случаев почти всегда пережал. Сейчас с каждым кодом они вносят изменения, что-то возможно станет еще лучше. И четвертый пункт это официальная поддержка. Как мы знаем, Apple это закрытая система, и Swift официально поддерживается Apple, это дает преимущество в том, что Apple отвечает за качество, скажем так. и если нужны какие-то критические обновления, то Apple за это берется и делает. Иногда бывает не так быстро, как хотелось, но гарантия того, что это будет сделано и будет сделано хорошо есть. Дальше мы посмотрим именно на разницу. Видите, справа это Objective-C, слева Swift. функции выполняют то же самое, но вот выглядят как они выглядят. Синтаксис Swift очень стал проще и стал похож на тот же Python, если вы имеете опыт работы с ним больше приближен к C, к синтаксису опять-таки C, C++, а вот Objective-C как-то выглядит очень не очень. Дальше мы посмотрим сегодня простенькую программку. Видите, здесь, например, всего два экрана. окно-то как-то поделиться экраном. Я тебе сейчас дам доступ. Пожалуйста. еще так вот экран айфона. это было игровое приложение по-моему в 2022 или 2021 я его делала. Я поменяла тут все картинки, все в основном другое, чтобы не пересекалось с реальным приложением для показа. И просто покажу, что оно делает. Это показывает, какие есть скидки в магазине. Должно быть описание всех этих скидок в детали, на снасти, на всякие примочки для рыбалки. и дает возможность сгенерировать скидочный талон при покупке товаров в этом магазине. Генерируется такой QR-код, который показывается. Вот здесь написано, что нужно показать консультанта в магазине, и вы получаете какой-то бонус. Наверное. Вот просто логотип рандомный какой-то я нашла, я не знаю, настоящий магазин. Просто тут был другой. То есть просто зацениться тут первое окошко, второе, третье. Есть такое же окошко, будем читать его тоже третьим. Да, вот сейчас я покажу. И вот четвертое окошко, пятое, всего скажем так пять переходов и вот эта крутилка. Вот это все, что делает это приложение. оно простенькое, его именно в таком виде даже можно залить в App Store, но App Store не любит простых приложений. Нужно убедить App Store в том, что нам нужно именно в таком виде, потому что у нас нет других скидок. Но когда будете делать приложения свои, то помните о том, что если вы захотите залить очередной калькулятор, очередной Angry Birds, у вас это навряд не получится. На Android заливать проще, потому что там проверок меньше, а вот Apple любит, чтобы приложения были уникальны и полезны. Например, даже пункты есть, которые подписываются там, чтобы вы согласны с их условиями. Там очень много пунктов, которых нужно придерживаться. Один из них это должна быть уникальность приложений и польза. Вот как выглядит весь вот эта папочка Game. Да, почему она называется Game? Это лишь часть приложения, которое вырезал для показа. На самом деле там переходит в игру. Там есть игровой функционал, это большое было приложение в итоге. Но в самом начале оно выглядело именно вот так. Вот все, что вы видите с птичкой здесь, это вот то, что было написано для этой игры. Вот эти файлы, которые вы видите сверху, они создаются по умолчанию, с ними ничего не надо делать, просто мы знаем, что они здесь есть. И вот это написание вот такой игры занимает не больше одного рабочего дня. При наличии у вас тех задания, то есть вы точно знаете, что делает каждый переход, что вам нужно показывать, дизайн. Обычно дизайн вам скидывают либо в фигме, есть изощренные, которые дают в фотошопе, либо просто в описании, там должен быть рыбак, на фоне должно быть море, и неважно какую картинку ты найдешь, главное, чтобы это было. Бывает и такое. Если у вас есть все картинки, вы знаете, что должно делать приложение, у вас есть описание в каком-либо виде, в текстовом, или вам заказчик это, например, рассказал, и вы для себя это записали, то вот это пишется за один день. Может, даже быстрее, если аналог таких приложений вы уже писали. Давайте посмотрим, что здесь есть. Да, смотрите, сейчас здесь приложение, оно никак не связано с сервером, никак не связано с тем, что вам нужно залогиниться. Тут просто генерируется какой-то код, число, если вы на виде телефона, то увидите, что это просто число, и все. То есть он такой замкнутый, нету связи с внешним миром. по сути это просто frontend. Знаком с веб-разработкой, там есть backend, то что это логика, которая происходит за тем, что в UT frontend. В данном случае приложение представляет собой обычный frontend. Просто показываем картинку, особой логики здесь никакой нет. У нас все есть в приложении, мы ничего не делаем особо полезного, кроме генерации вот этой вот скидки. Это там маленькая функция, которая является всей логикой. Вот. Вот этот рандом формирует наш этот кладкод. Это вся тяжелая логика, которая есть в этом приложении. А все остальное отличается отрисовку всех картинок, в которой вы видите кнопок и переходов с одного экрана к другой. А, ну и вот крутилку нашу. Традиционный App делегат и сцент делегата, название этих файлов, они создаются автоматически, когда вы создаете проект в среде разработки Xcode. Это экран приложения, который называется Xcode. и в нем ведется вся разработка. Вот эти два. Это все пишется не вручную, то есть ты, наверное, используешь нейросети, которые тебе помогают генерировать быстрые команды? Или нет? Это скажем так, если мне нужен какой-то кусок кода, который пишется легко, и я могу задать в нейросети, я задаю. Но этот проект был написан 21-й, а вот последнее изменение в 23-м было, сколько оно там было, не помню. В общем, тогда ничего не было еще, и оно просто писалось вручную. Сейчас, если задать то же самое в нейросети, будет еще быстрее, за пару часов возможности сделать. Да, предупреждение, если вы пользуетесь сторонними тем же чат GPT, например, который не встроен в Xcode, иногда, когда вы задаете запрос в нейросети, вы получаете код, он не работает, так что он работает не так, как вы ожидаете, потому что были случаи, когда я пишу в ответе на созданный код, что этот код не работает, и нейросеть отвечает, это концепция кода, которая, возможно, работает, так что все еще человеческий фактор остается важным в разработке, не знаю, всегда полагается на нейросеть. А в Xcode что-то встроен, то есть, допустим, если ты что-то набираешь, типа, не знаю, что-то сейчас у меня здесь его нет, в новой версии в бета-релизе, по-моему, у меня его еще не было, сейчас открыт без нейросети, и просто есть свои подсказки, например, нужно здесь что-то набрать, видите, сам у самого Xcode, как у многих программ, которые позволяют разрабатывать любые приложения, у всех есть встроенные подсказки, то есть, если вы примерно знаете, как называется функция, но не помните ее название, начинайте печатать, и вам выйдет список похожих функций, которых можно легко найти то, что нужно. вот здесь, что мы видим, картинку человечка на фоне моря, а здесь просто море без человечка, если вы посмотрите, то, скорее всего, человечек это как дополнительный слой был добавлен здесь, и дополнительный слой в виде картинки логотипа и две кнопки, не так много элементов. Как выглядит добавление фона? Этот проект написан на Swift, не на SwiftUI, и в отличие от SwiftUI, который новый язык, тут немножко осталось наследие от Objectivacy, и когда, кстати, на курсе мы проходим SwiftUI, и когда начнется изучать SwiftUI, вы увидите разницу, почему считается, что за SwiftUI будущее, потому что расположение всех элементов на этом экране нужно прописать столько строчек кода нужно чтобы прописать. Это не обязательно, просто здесь очень четкие границы указаны, то есть верхняя граница, нижняя, левая, правая, оно там, здесь указываются видите, все границы, но можно обойтись одним, двум параметрам, но я говорила, это приложение потом переросло в игру, и в играх очень нестандартные расположения, передвижения всех вилл, и оно требовало именно так, чтобы мы прописывали вручную все расположения, все границы, поэтому в этом примере оно будет максимально полным. Вот, так вот мы располагаем картинку здесь, здесь мы расположили это вот море, есть функция, которая добавляет backup or button. Тут еще вопрос от Рафаила, происходит что-то вроде компиляции кода после того, как написана и протестирована программа. Ну, компиляция происходит не только в системе, это везде, опублирует именно не сам свист, а конфилятор, после чего он собирается то, что было написано вот, скажем так, получеловеческим языком, комплирует это в машинный язык, и уже вот этот машинный язык понимает устройство, на которое загружается это приложение. Спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Так, ну вот 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 эта вот кнопочка назад, она тут тоже игровая, она не системная, системная было бы еще проще, вот так выглядит расположение и укладка вот этой вот самой кнопочки на экране. меню, наше меню, вот оно, наше меню, и вот здесь мы укладываем картинку человечком, наш логотип и две кнопки внизу. Я не буду вдаваться в подробностях, как это делать и делать лайф-кодинг, потому что я показываю уже готовый год. Я хочу просто показать, что на самом деле это все очень похоже, видите? Текст, если вы обратите внимание, практически один и тот же. Так что тут не настолько все сложно, сколько может показаться. вот этот код нам уже дал уже готовое окно готового приложения. Когда мы заходим вот сюда, нам нужно анимировать вот это вот колесо. Анимацию колеса отвечает вот эта функция UI U Animate. В чем интересная особенность, которую хочу показать. Здесь программа задана рандомное количество вращений этого круга. Вы же обратили внимание, что оно должно остановиться на каком-то секторе. И этот сектор должен быть выбран случайно. Иначе зачем мы его крутим? и вот в этом не только сайтах, везде на сайтах такие есть, когда вы заходите в какой-то сайт или приложение, которое дает вам аналогичный вариант скидки, то есть прокрутите колесо и получите скидку, то скорее всего там уже все подогнано и выйдет именно на тот сектор, который нужен разработчикам или компании, которые попросили это запрограммировать. Как меняют логику вот эти две строчки. Если таким образом я могу скрыть эту строчку и вот эта строчка будет как бы живой, она пойдет в логику, а если я закомментирую вот эту строчку и запущу вот эту, то она будет живой и логика пойдет по этой строчке. А разница в том, что здесь задается от и до, которого будет рандом, на котором остановится стрелочек, круг остановится, а здесь я задаю точно, в какой позиции остановится. И в том и другом случае не будет видно, что колесо становилось подогнанным. понимаете, что в любых таких скидочных приложениях уже заранее приложение знает, где остановится. ну вот, розовые очки сняли с мира. Что ж, хорошо. вот он вот такой инсайд почти во всех приложениях. Всегда уже известно, на каком секторе остановится круг. Сейчас здесь задано точное расположение, оно становится точно в этом месте. Никакой другой сектор не выйдет, как бы долго этот круг не крутился. Он остановился там, где мне нужно было. А если я задам роддом, то на этот роддом я уже никак не влияю. То есть необязательно теперь остановиться на удочке, но на чем-то может быть другом. А может и на удочке. Вот остановился на удочке, но в другом месте, например. Сейчас крутанем еще раз. Будет забавно, если снова на удочке. А нет. Супер. Вот все, что я хотела показать. Спасибо большое. Друзья, есть ли вопросы по этой части к Алене? У нас сегодня вот такой интерактив очень классный получился. Ален, спасибо тебе большое за это приложение. А теперь мне надо вернуться к хосту. Мне нужно как-то передать. мной сделать организацию. Как быстро можно освоить код SWIFT? Спрашивает Диана. Вот как раз прийти на наш курс. Поняла. Спасибо. Это самый быстрый старт в этом плане. Видно? Да. Отлично. Что ж, идем дальше. Разобрали приложение минимальные скиллы, которые нужны, чтобы изучать SWIFT. умение пользоваться ПК или Мак. Как вы будете писать, если вы даже не сможете наставлять приложение Xcode на Мак или в браузер зайти. Поэтому умение пользоваться ПК и Мак. Основалки при логике это сейчас был пример того, что это поворот кругов, знать на каком секторе остановится. основа геометрии, по-моему, восьмой и девятый класс. Особенно если вы делаете игры, какие-то есть игровые элементы на логике переворотов, движений, то это геометрия, которая должна была еще остаться со школы, но либо дорабатывается самостоятельно потом решением логических задачек или задачек на кодинг, на сайтах, которые для этого предназначены. Они тоже есть, их много в открытом доступе, тоже даем ссылки на них и желательно их решать. Поиск информации, опять-таки, чтобы что-то узнать или если вы чего-то не знаете, нужно эту информацию найти, можно научиться правильно искать, правильно добывать эту информацию. Сейчас, конечно, проще есть нейросетки у них, спрашиваешь, но, как я говорила, бывают случаи, когда они дают лишь концепт. Тоже с этим аккуратно. Экспериментировать. Если вы пишете код в первый раз, и вы просто не знаете, получится или нет, просто экспериментируйте, пишите, в итоге что-то получится. необязательно сразу то, что вы планировали, но это даст вам какой-то опыт, чтобы потом вы знали, что делать не надо. Навыки решать задачи, это вот к основам алгебра и логики нужно основываясь на тех знаниях, которые у вас остались со школы, либо их возобновить постепенно, накатывая решением задачек, либо если вы уже знаете, нужно набирать новый опыт, новые знания, которые позволят вам решать более сложные задачи. И поиск багов, но это наверное самый легкий, не то что легкий, уже самый такой, когда у вас уже все написано, все сделано, и вам теперь нужно просто почистить, проверить себя, что ли работает. востребованность разработки. Как и в любой сфере, специалист, который хорошо делает свою работу, знает, что делает, он всегда востребован. спрос на приложения под Apple тоже зависит от региона. Там, где больше людей пользуются айфонами, там, естественно, больше спрос на приложения под айфон. Американский регион как раз такой регион, что тут спрос приличный. Больше, наверное, уже двух миллиардов активных устройств. Каждый год растет число инноваций Apple. Есть такое, что у Apple не все инновации Apple тащатся за хвостом андроида. И тем не менее все, что есть сейчас там VR, ER, ML, это Machine Learning, виртуальная реальность, дополненная реальность работа теми большими данными. Все уже встроено, можно этим пользоваться для сторонних разработчиков таких, как мы, и применять это для реализации наших приложений. Apple Intelligence, мы про сегодня тоже про это говорили, интеграция с GPT технологиями, рост сообщества свиста, но чем больше людей, тем больше наше сообщество, больше разработчиков, больше есть вероятность, что любой ваш запрос в этом сообществе будет отвечен. Слифт за пределами системы Apple, особенно слифта в том, что, не знаю, как сейчас есть уже поддержка или нет, но его планировали не только как уникальный язык под iOS программирование, но и под веб, и под Android. уже давно, по-моему, года два назад начали разработку свиста под Android, не знаю, может быть, он как-то по-другому будет называться, но какие-то тестовые приложения на свисте для Android уже были. Так что, может быть, вы потом перейдете с Apple на Android, свисты вы уже будете знать. Вот это график наглядный с 2018 по 2023 год востребованности ее с разработки. Чем дальше, тем больше. У нас в целом школе вот такие трендовые направления, всегда идет большой-большой спрос, и мы постоянно их выделяем. Если на какое-то направление тренд, как, допустим, мобильная разработка, так ее сдавала, так и нейросети сейчас. Как можно писать для Apple и для Android одновременно? Спрашивает Диана. есть кросс-платформа, на которых есть возможность писать один и тот же код, который можно скомпилировать и под Android, и под iPhone, и даже под веб-приложение. Из игровых движков это Unity самый известный, на нем пишет очень много известных вам игр, которые бродилки, стрелялки, почти все это Unity, потому что пишут один раз и на все. Есть какие-то новые разработки, те игры, которые я начинала писать, они были все кросс-платформенные, я их писала на KOKOS 2TX, она все еще есть, это библиотека, она идет не на SWIFT, а на C++, как говорил этот язык, самый быстрый считается из тех, которые сейчас есть, есть еще быстрее R, это такое, с большими данными работает, но из самых популярных таких, один из, ну в общем есть варианты другие, не только писать, если вы пишете только под Apple, это считается нативная разработка, вы пишете только под одну платформу, а вот все, что кросс-платформенное, оно может быть на другом языке программирования, например, на C++, да, в Unity это C-Sharp, спасибо за ответ, давайте двигаться дальше, улетели, вопрос заработных плат, ну мы акцентировали на это внимание на прошлом вебинаре, здесь просто ясно, что здесь написано, что здесь есть, да, минимальная зарплата, на которую вы можете рассчитывать, это 100 тысяч долларов, тут расчет идет в год, да, не в месяц, друзья, в год. Это несколько скринов с платформ, вот здесь приведена платформа в пример Indeed, также можно производить Apply на LinkedIn, мы обучаем, как это делать, что это за платформа, как туда оформлять свой профиль, загружать свое резюме, писать резюме, ну и сейчас плавненько переходим к блокам подготовки к трудоустройству, поэтому я расскажу в целом про курс. Тут достаточно интенсивные занятия, четыре раза в неделю на протяжении шести месяцев. Как все это будет проходить? Вторник, среда, четверг, пятница, пять вечера по Калифорнии для Нью-Йорка, это плюс три часа. Среда факультатив. Факультатив это такое мероприятие, где вы приходите, чтобы выяснить, если вдруг во вторник, в среду, в четверг, в пятницу вам было что-то непонятно. Или у вас есть какие-то вопросы, претензии к преподавателю, к домашней работе, не знаю. В общем, факультативы это то место, где вы мучаете преподавателей. Да. Занятия все проходят у нас онлайн, и также есть обучающая платформа, которую мы создали сами, CodingPast.es, куда выкладываются все уроки в записи, вы можете пересматривать по несколько раз, сколько нужно, и также выполнять домашние работы на этой платформе. Таким образом вы проходите теорию-практику, после теории-практики вы переходите на стажировку. У вас с командой приходит распределение на один из реальных проектов. Конечно, практика будет и в курсе, вы будете что-то кодить и создавать свои какие-то виртуальные проекты, но они не будут настоящими. На стажировке вы столкнетесь с реальным настоящим проектом, где вы именно сможете поработать. К вам прикрепляется ментор, потому что, естественно, так как вы новичок, скорее всего будет такой момент, когда вы столкнетесь и изменяете. Дарина, у нас эфир. У нас эфир. Да. Друзья, продолжаем. По поводу стажировки. Вы переходите. Дарина передает вам всем привет. По поводу стажировки. Вы переходите на один из реальных проектов и там уже продолжаете работу. К вам прикрепляется ментор. Этот ментор в случае, если вдруг вы столкнулись с пробелом в знаниях, с какой-то недопониманием, что от вас требуется, он вам помогает. Такая мини-поддержка. Даже не мини, а максимальная поддержка. Плюс на стажировке есть факультативы, где опять вы можете прийти к преподавателю и сказать, меня этому не учили. Или что-то такое. Но, конечно, все, с чем вы сталкиваетесь на стажировке, все это вы проходите на курсе, все это вы проходите на стажировке. Точнее, наоборот, с чем вы сталкиваетесь на стажировке, то уже, скорее всего, вы прошли на курсе. помимо этого всего во время стажировки уже во время можно брать блоки подготовки к трудоустройству. Что это за блоки? Блок интервью практики, блок резюме, ну и в резюме официально подтверждаем background reference check для того, чтобы вы могли на интервью себя презентовать максимально круто и классно. опыт работы мы подтверждаем в зависимости от того, сколько вы были на стажировке в целом, но, естественно, если вы были две недели или месяц, мы не подтверждаем опыт работы месяц. Мы подтверждаем опыт работы от года, от двух лет до пяти лет в зависимости от сложности проекта, над которым вы работали и сколько вы над ним работали. Что происходит на интервью практике? На интервью практике вы проходите детально каждый этап самого интервью, который вас ожидает дальше. Это, значит, soft skills, behaving questions и техническая часть. В целом все, что касается вашего трудоустройства. Также сейчас блок practice, интервью practice, мы включили English for IT. English for IT – классная штука для того, чтобы подтянуть свой английский, но не для того, чтобы выучить английский. Если вы не знаете английский язык, друзья, не имеет никакого смысла рассчитывать на трудоустройство без знания английского языка. Поэтому мы вас не подтягиваем с нуля английскому, не учим. Если вы идете на курс, вам нужно либо брать репетитора по английскому, либо, если у вас есть база интермедиа, окей, тогда English for IT – все окей, мы вам подтянем. Терминология IT, которая нужна вам, дается тоже на английском языке. В этом проблем не будет. Но приходить с нуля и рассчитывать на то, что с нуля… Просто вы понимаете, что вы будете работать среди американцев, вы будете работать в этой атмосфере. И, естественно, без коммуникации у вас мало что получится уже на интервью. Молчу про работу. Вот. Ну и какие в целом есть преимущества? Почему именно мы, а не кто-то другой? Частые вопросы, которые мне задают. Ну, может быть, и кто-то другой, но преимущество, которое есть у нас, это, если вдруг у вас есть супруг или супруга, на этом моменте в чате всегда начинаются знакомства, то можно пойти бесплатно вашему супругу или вашей супруге. Вот. То есть стопроцентная скидка для мужа и жены. У нас в школе ПАС такая традиция давно, и у нас достаточно много пары закончилось, если не ошибаюсь. В прошлом году делали расчет. 112 пар закончили какой-то определенный курс и трудоустроились именно парой. Вот. Доступ к курсу навсегда. Это классное второе преимущество. Чтобы сколько бы времени ни прошло, лет 5-10 нашего существования, вы всегда можете вернуться и пройти курс заново. Вы всегда можете остановить курс и пройти курс заново. Или еще раз какого-то определенного блока. Вот. Это огромное-огромное преимущество, потому что, как я уже говорила в начале, курсы обновляются. У них что-то добавляется. И реферальная программа. Реферальная программа – это если вдруг у вас есть друг, и он видит, что вы прекрасно, классно учитесь, или даже уже тоже доустроились, или тоже доустраиваетесь, он хочет с вами, он хочет тоже войти, то вы получаете, либо он получает 5% скидку, либо вы получаете 5% от суммы, которую он оплатил. Достаточно приятный бонус. И, конечно, у нас есть возврат оплат. В этом плане мы его не обделяем. У нас есть специальный контракт, где мы перед тем, как вы что-то оплачиваете, мы с вами заключаем контракт, и все эти моменты, они расписываются. Ирина спрашивает, стажировка в качестве опыта работы в резюме должна длиться от года, она оплачивается или нет? На стажировке вы можете находиться столько, сколько вам нужно, для того, чтобы у вас было чувство уверенности в том, что вы сможете выйти на работу и работать, и презентовать себя как специалиста в этой сфере, который сможет работать над тем или иным проектом. Стажировка может быть месяц, может быть два, кто-то четыре месяца, кто-то полгода, кто-то год. Это все зависит от вас. Опыт работы мы подтверждаем, даже если вы были в месяц. Все зависит от того, на какой проект вы попали, сколько примерно вы там были, сколько спринтов вы выполнили, как это выглядит. Объясню на пальцах. Есть проект, вы туда заходите, есть спринты, внутри спринтов есть таски, задачи. Длительность одного спринта примерно две недели. И вы этот спринт постепенно выполняете. Ваша главная задача сдать его вовремя в дедлайн и присутствовать на стендап-митингах. Это такие планерки с понедельника по пятницу, которые проходят онлайн, как и вся ваша стажировка, где-то в 11 утра, где-то в 9 утра по Калифорнии, где-то в 12 дня по Калифорнии, в зависимости от того, какая компания, какой проект. И таким образом все проходится. Оплачивается ли стажировка? Нет, не оплачивается. Мы вам подтверждаем бэкграунд и референс-чек, мы даем вам опыт работы сразу на старте. Это неоплачиваемый труд. Вы там не работаете какой-то определенный срок, вы работаете сколько хотите, как хотите, и условия, которые мы вывели для вас, достаточно лояльные. То есть вы работаете удаленно, вы работаете в любое время, которое вы можете работать, и еще вам помощь от ментора, и еще вам помощь от преподавателя. Вот, то есть стажировка – это именно для вас. чему научитесь в целом мы говорили вчера и сегодня, но вот еще раз повторим, и стоимость курса. В каждый курс уже включена подготовка к трудоустройству, то есть это стажировка, интервью-практика и резюме. Единоразовая оплата 4 699, и при оплате частями, у нас также есть тариф при оплате частями, стоимость составляет 5 199. Вот, пожалуйста, QR-код можно сканировать. Сегодня есть специальное предложение скидкой Rebirth, как было и вчера. Можно определиться до конца этой недели, просканировать QR-код и уже определиться до конца этой недели. Либо сделать скрин. Если не получится сделать скан, то можно сделать скрин и отправиться в менеджер. 4 699, вместо 4 800 будет 4 500, скидка 200 долларов. И если мы говорим про рассрочку, то здесь тоже скидка, то здесь тоже скидка 200 долларов, вместо 5 200 – 5 тысяч долларов. Как вообще происходит рассрочка? Рассрочка делается на несколько частей. Все зависит от того, как вам удобно. Вы можете договориться об этом с менеджером. Какую вносите первую часть, вторую часть, третью часть. Вот, это все заранее обговаривается и также прописывается в контракте. Если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, мы готовы на них ответить. А так у нас курс стартует уже совсем скоро, поэтому 18 сентября, если я не ошибаюсь правильно, если ничего не изменилось. Да, если ничего не изменилось. Поэтому мы вас всех там ждем. Осваивать вместе Apple, Apple технологии, Apple приложения. Кто любит, кто является фанатами Apple, я сама тоже большая фанатка Apple технологий. У меня в целом вся техника в доме и не в доме Apple. Потому что, как-никак, для многих это качество спустя многие-многие годы. Если вопросов в чате нет, я предлагаю завершать. У нас с вами сегодня получился достаточно насыщенный урок. Всем большое-большое спасибо за присутствие, за ваши вопросы и за ваше внимание, друзья. Спасибо, Алена. Спасибо, Кристина. По поводу того, чем отличается работа вестировщика-разработчика на Ньюс, все поддельно понятно. Вам спасибо большое, Рафаил. И удачного вам обучения. Рафаил, кстати, теперь... Да, уже теперь наш студент. Диана, спасибо вам. Хорошего вам вечера, друзья. Всего доброго. Продолжение следует...